Я хочу рассказать, как я начал заниматься шашками. Я Насевич Сергей, тренер с Душой 11. В детстве я занимался во втором классе, я помню, у нас тренер занимался шахматами. Кстати, тренер из этой школы уже был, где мы занимались, но потом он почему-то не пришел. У нас тренер был такой замечательный, то есть почему был, потому что он сейчас не тренирует, но, слава богу, с ним все в порядке, то есть он даже рядом, у кого у меня живет сейчас. Нечаев Александр Александрович, то есть многие известные спортсмены у него занимались, вот сейчас он с чемпионкой мира Оли Камуслиева, мы с ней учились в параллельных классах, и пришел он к нам в школу набирать группу детей. Благо я уже знал нотацию, то есть мне уже каким-то образом было легче, быстро усвоили, кстати, комбинации, то есть достаточно быстро все как-то, процесс пошел, посмотрели, комбинация быстро начал решать, и как-то мне шашки больше уже понравились, и уже когда пришел в середине года, понятно, тренер по шахматам наконец, я уже начал реально заниматься шашками, вот так вот получилось мое знакомство, знакомство с шашками. Ну, здесь самое интересное в моем знакомстве я сейчас чуть-чуть расскажу, нам как-то на первые, так, не на первые, но на первые месяцы давали дебют учить, как сейчас помню, ну и я все не мог вспомнить, какой же это был дебют, и вот я только через лет 15, может 10-15 вспомнил, когда играл чемпионат уже в республике, могу вот показать даже, чуть-чуть, но я глубоко не помню, что мы учили, но вот это был кол, то что скала мы начинали, помню, что это был бронцовский, но я могу сейчас чуть неправильно показать, я все-таки стуклеточник, поэтому, ну, помню, что вот такой вот кол был, что-то похожий, именно вот этот дебют учили, потом я где-то, я даже вот сейчас вот не покажу, но вот тогда 10 лет назад я что-то как-то сделал ничью, и потом вот я только вспомнил, что мы, это мой был первый дебют, но вот тогда я об этом не знал, то есть, что через 10 лет вспомню, так что учите дебюты, возможно, что через 10-20 лет вы когда-то вспомните, поэтому такой эпизод, который через много лет как-то возвратился ко мне.